Слава нашему Господу! Сегодня мы собрались с разных мест. Одна раз в Новосибирске приехали к нам наши друзья. Мы, в принципе, из Северска. Вроде недалеко, но уже редко бывает, потому что там на служениях находимся. И вместе собираемся. И в этот замечательный момент, что мы можем вместе помолиться, вместе вознуждаться перед Господом. И мы понимаем, что без каких-то долин не было бы и фаворов. Если бы постоянно на фаворе были бы, никакой разницы бы не было бы. А так мы, получается, видим и понимаем, что где-то Господь проводит нас этой долиной. Мы смиряемся, умоляемся, молимся перед Ним. А потом возводит на эту гору, и мы радуемся вместе с Господом. Восхваляем Его имя, что Он помог нам преодолеть. Слава нашему Господу! Как уже пела группа Барлах, как мы знаем в Священном Писании, Исаия также пишет в 40-й главе, 31-м стихом. Хотел бы напомнить. 40-я глава, 31-й стих нам говорит такие слова. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Слава нашему Господу! Слово Божие нас вдохновляет, оно нас наполняет этой благодатью, оно подкрепляет этими словами, что утомляются юноши, ослабевают, а молодые люди падают. Но надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Слава нашему Господу! Я хотел бы поделиться размышлениями. Это 18-я глава книги Иеремии. Он пишет такие слова, которые обращает Господь для народа своего. Это с 1-го стиха, 18-я глава книги Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. «Не могу ли я поступить с вами, Дом Израилев, в подобное горшечнику сему?» говорит Господь. «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, Дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать зло пред очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». И до этого момента. Мы видим, что вся наша жизнь зависит от Господа. И мы это понимаем, мы это прекрасно знаем. Но слово Божие по-разному к нам может обращаться. Как уже это пророчество через Иеремию было к народу Израилев. Оно, в принципе, и к нам сейчас относится. Господь говорит, если ты делаешь неугодное, если ты сам это понимаешь, что ты делаешь где-то, может быть, неугодное предо мною, но ты должен и понять то, что последует за этим. Но опять же, что последует за этим частично зависит от тебя. Как Господь говорит, если ты отвратишься от этого, то я на твою сторону приду. Я пойму, что ты покаялся. Я пойму, что ты перестал делать то недоброе, то худое, которое ты совершал до этого. И исправлю то повеление, может быть, или то пророчество о тебе, которое было, может быть, заранее, до какого-то этого времени. Но и с другой стороны, если у тебя все хорошо, и ты думаешь, о, какой я молодец, у меня все хорошо получается, Господь меня благословляет, а, в принципе, мне позволительно и то, и другое, значит. Нет. Мы видим очень много мужей Божьих, которых, в принципе, называли генералами веры. Мы о них знаем, кто-то о них слышал, можете почитать. Интересный момент. Бог начинает действовать. До того, как Бог начинает действовать, человек всецело отдается на служение Богу. В смирении, в умолении Бог через него начинает совершать какие-то дела свои чудные, великие. Но какой-то настает момент, когда человек начинает уже больше, может быть, где-то проповедовать себя. Больше где-то надеяться уже не на Бога, а на себя и думать, что я выше вас всех остальных, потому что Бог непосредственно со мной общается. И происходит где-то падение. И происходит такое, что сохранен Господь от этого. И в нашей жизни мы всегда должны понимать и обращаться к Господу. Господи, ты видишь, да, где-то, может быть, у меня не получается что-то делать, но я желаю, чтобы ты благословлял меня. Я желаю, чтобы твое благословение и твое присутствие пребывало в моей жизни. Я не хочу, чтобы вот эти проклятия какие-то, они поселились в моей жизни. Но наоборот, чтобы благословение твое, оно пребывало и почило в моей жизни, в моей семье, в моей церкви. Помоги нам всем, это Господь. Я думаю, мы будем молиться, обращаться в этот вечерний час и просить, Господи, благослови нас. Мы вот перед таким вот небольшим рубежом нашей жизни, что-то произошло в нашей жизни. Помоги нам вот это все осознать. Где-то взвесить на весах себя и понять, Господи, где-то, может быть, больше я негативного в этом году, через меня было, или наоборот, где-то, может, позитивного. Помоги мне, если все было хорошо, в этом утвердиться, в этом дальше пребывать. И где-то больше освящаться, еще дальше. Не может быть, что мы остановились на освящении таком, и дальше нам некуда освящаться, дальше нам некуда преображаться. Не может такого быть. И чтобы, помоги нам, Господь, чтобы нам хотя бы не спуститься вниз с того момента, где мы сейчас находимся. Чтобы, Господи, помоги, даруй нам эти силы и способности, чтобы мы выше поднимались по этим ступенькам в небо, к Тебе, чтобы Ты нас мог научать, ободрять и благословлять. Я думаю, будем молиться и просить об этом Господа. Аминь. Спасибо.